Всем привет! Меня зовут Наташа, и я рада видеть вас на моём канале, где я рассказываю о книгах. И сегодня настал тот момент, когда я расскажу вам о тех книгах, которые я брала на май в библиотеке. Я их прочитала и сложила такое небольшое определённое мнение. Также вы, наверное, можете заметить, что у меня произошли перемены и перестановка. Но мы здесь собрались не для этого. Предлагаю долго не мешкать и перейти к первой книге. И первая книга у нас сегодня — это Энтони Горовиц. Новые приключения Шерлока Холмса «Дом шёлка». Как я говорила в прошлом видео, эта книга является официальным фанфиком. И Энтони Горовиц, он, ну, как бы пытаясь подражать стилю Артура Конан Дойля, написал полноценную трёхсотстраничную книгу о Шерлоке Холмсе. Мне кажется, что в случае с Конан Дойлем очень большую роль играл тот факт, что в основном-то у него были небольшие произведения. И он, как бы, не сильно-то расшаркивался. А Энтони Горовиц, есть какое-то ощущение, знаете, будто он, ну, как сказать, вот бывает. Иногда в детстве у ребёнка есть какой-то человек, которому он очень сильно поклоняется. И он, вот, перед ним трепещет очень сильно. И вот как будто бы Артур Конан Дойль вот какой-то такой вот человек для Энтони Горовица. Почему я так думаю? В целом, как бы, я не могу сказать, что книга отвратительна. Но как будто бы интриги никакой не было. Хотя, знаете, возможно, я человек, который посмотрел огромное количество сериалов. И меня такими вещами вообще не удивишь. Я такая просто поднял бровь, такая, ммм, понятненько. Ну, скорее всего, тут вот так вот будет. И в конечном итоге оказалось. Именно так, как мне показалось в первую же секунду, интриги никакой для меня не было. Вообще, совершенно, абсолютно, напрочь. Но, возможно, тут дело только во мне. Хотя могу сказать, как бы, что я читала и Агату Кристи. И Агата Кристи умеет удивлять. Я не могу сказать, что я читала прям очень внимательно, да. Я была в отвратительно разобранном состоянии, когда читала эту книгу. И, как бы, можно сказать, читала её одним глазом. Поэтому даже если, как бы, я одним глазом смогла разгадать интригу, то тут вопросики возникают. Ещё, как бы, у меня есть огромный ряд вопросов к, в принципе, стилю повествования. Потому что, как бы Энтони Горовиц не пытался подражать Артуру Конан Дойлю, он является Энтони Горовицем. Он, ну, не может писать так же, как Конан Дойль. Потому что, в принципе, я думаю, что цели, для которых это всё делается, это абсолютно разные цели. Потому что, на мой взгляд, вот здесь, в этой книге, очень сильно и очень много подчёркивалось, миллионы лишних раз о том, что Холмс ценит Ватсона. И Ватсон по каким-то там поступкам Холмса делает такие выводы. Ну, сомнительно, да. Ну, потому что, как бы, я не могу сказать, что Холм... О, Господи, Боже мой, здравствуйте. Что Ватсон Артура Конан Дойля как-то очень сильно задумывался об этом. Опять же, я не могу сказать, что Ватсон Артура Конан Дойля нёс над собой вот этот вот огромный флаг того, что он биограф самого Шерлока Холмса. Да, 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 вопросы. Так много вопросов и так мало ответов. Сюда попытались приплести всех, ну, кроме Ренадлер, пожалуй. Хотя могли бы её уже приплести, а чё как бы... Почему бы и нет, собственно говоря. Здесь был и Майкрофт, здесь был и Мариарти. И... В общем, я не могу сказать, что мне эта книга понравилась, но и сказать, что это отвратительно и невозможно читать, я тоже не могу. Ну, такая ровненькая, неплохая книга. Я, кажется, очень много времени уделила этой ровненькой, неплохой книге. Предлагаю перейти к следующей книге. А следующая книга у нас — это Дафна Дюмарье «Моя кузина Рэйчу». Я начинала своё чтение в этом месяце с «Моей кузины Рэйчу». Экранизацию я так и не посмотрела, да, но... Может быть, посмотрю. Всему своё время, как говорится. И, знаете, Дафна Дюмарье — это такой интересный писатель по той простой причине, что она умудряется просто из ничего разогнать такую тревожную атмосферу, что ты просто вот постоянно сидишь и задаёшься вопросу. А кто? А как? А где? А зачем? А почему? А точно ли? И самое, наверное, немножечко бесящее для человека, который любит какую-то ясность и чёткость в этой жизни, самое бесящее для меня — это была концовка. А потому что ответов-то там нам никто и не дал. В общем, конструкция, сюжет. В центре сюжета молодой человек, у которого есть такой относительно дальний родственник, более возрастной, у которого не было сыновей, и он ему в наследство оставляет своё поместье. При этом он как бы начал вот так привлекать, заниматься делами поместья, а сам стал уезжать часто на зиму в тёплые края, в частности, в Италию. И вот так вот однажды он уехал, и год его нет, два его нет, потом пишет письмо, говорит, всем приветики, а я тут встретил вашу кузину Рэйчел, ну, как вашу, твою кузину Рэйчел. И что-то так как-то вот завертелось, закрутилось, теперь она моя жена. Ну, молодой человек ещё как бы от шока дойти не успел, тут такие повороты событий. Баха внезапно узнаёт, что его дядя умер. И возникает ряд вопросов. А его дядя умер своей смертью. А помогла ли его кузина Рэйчел его дяде покинуть этот свет? А как бы его кузина Рэйчел, она его дядю реально любила? Или ей были интересны только его деньги? Если вы думаете, что госпожа Дюмарье нам хоть слово об этом скажет, я вас спешу расстроить, но она будет так прекрасно и так мастерски затягивать эти гайки, она будет предоставлять возможность нам самим для себя решить, как мы предпочтём относиться к этой ситуации и к этому сюжету. К каждому из героев. Она предпочитает дать нам карты в руки и нам самим, ну, вот так вот взять и решить. А кто злодей? Кто виноват? И что случилось? И вот за это, наверное, за то, что это получилось так нетривиально, и, наверное, за то, что я всё-таки выбесилась от того, что не было никакой ясности, за это мне хочется её очень сильно похвалить и сказать, что она в этом очень сильно хороша. Она прекрасно нагнетает обстановку, она прекрасно вот эти вот гаечки подкручивает. И за это просто огромное-огромное уважение этой прекрасной женщине. В общем, по большому счёту, книга мне понравилась. Предлагаю перейти к следующей. А следующая книга — это «Взломщик устриц» Жаки Дюран. Она такая красивая, что, знаете, я ждала от неё чего-то лёгкого и безобидного. Пожалуй, скажу так. А получила такую достаточно глубокую, грустную, прям вот очень сильно грустную книгу. Здесь в центре внимания молодой человек, опять же. Только вот этот молодой человек, он вспоминает историю своего отца. Он рассказывает нам какие-то свои вот моменты из жизни. И его отец, он очень сильно хотел для него улучшить жизнь. Очень сильно хотел. И он категорически не хотел, чтобы его сын хотя бы день своей жизни провёл на кухне. А его сын, он безумно полюбил готовить. Просто безумно. И тут ещё как-то получается, что на фоне рассказывается история жизни отца. И я прекрасно понимаю, почему его отец там поступал тем или иным образом, что он желал ему добра. И при этом, при всём, мне очень грустно было, больно и жалко этого молодого человека за то, что он всю свою жизнь пытался поступать так, как хотел бы его отец. Но при этом он абсолютно не чувствовал себя счастливым в этот момент. Он начинает учиться о профессии, которая ему не нравится. И он так отчётливо чувствует, насколько он тратит своё время. И он каждый раз, когда случайно хотя бы каким-то образом оказывался на кухне, он старался показать отцу, как же хорошо у него получается готовить. И он вот в глубине души надеялся, что сейчас отец увидит, как у него хорошо получается, и скажет, да бросай ты нафиг вот этот свой автомобильный колледж. Давай готовить. А его отец ему этого не говорит. И грустнее всего получается, что он прекрасно понимает, что то образование, которое он получает, ему не подходит. И он пытается быть для отца хорошим и делать так, как отец от него ожидает. Вот. Глубокая, на самом деле, книга. Ну, то есть, как бы за вот этим за всем стоит очень глубокая печаль. Очень глубокая печаль о том, что нам приходится в какой-то момент брать ответственность за свой выбор, за свои поступки самим. И наши поступки, которые мы потом будем делать, они не всегда могут радовать как-то наших родителей. Но тут проблема в том, что свою жизнь живем мы сами. И тратить свою жизнь на какие-то вещи, которые нас не радуют, на какие-то вещи, от которых у нас не горят глаза, которые нас не вдохновляют, а тратить свою жизнь на какие-то вещи только для того, чтобы родители были спокойны, ну, это достаточно грустно. Но каждый выбирает для себя сам, что ему хочется, что ему важно и что он будет делать в этой жизни. Мне эта книга очень понравилась, но я говорю, опять же, будьте готовы к тому, что это такая достаточно грустная книга. Я предлагаю перейти к следующей книге. А вот следующая книга, она для меня стала достаточно сомнительной вещью. Это Клэр Фуллер «Горький апельсин». И тут прекрасные люди пишут о том, что это сегодняшняя Дафна Дюмурье. И с другой стороны, пишут, что с самого начала внутри растет ощущение, что все закончится очень скверно. И вот я могу подтвердить, что да, мы с самой первой страницы понимаем, что что-то обязательно произойдет. Тут у нас в центре сюжета сорокалетняя женщина, которая занимается описанием садовых ландшафтов, которая приезжает по работе в старое-старое поместье для того, чтобы подготовить отчет о том, что есть ли там вообще что-то ценное человеку, который его купил это поместье. И параллельно вместе с ней также такой же человек со своей супругой, который также работает тем, что смотрит и ищет какие-то ценные вещи. То есть, по сути, он, наверное, больше занимается антиквариатом, а она больше садом. И им предстоит описать какие-то, сделать свои отчеты о состоянии поместья. И постепенно... Тут вот такое повествование, которое нам каждую главу что-то вкидывают. Так, вкидывают по чуть-чуть. И мы понимаем, что-то явно произойдет. Явно, что всё закончится как-то печально. И мы читаем, читаем, идём с ними, с этими героями по дороге. И поначалу кажется, что даже неплохо это всё. Действительно, когда в Нодюмарье атмосфера нагнетается. А чем ближе мы подходим к концу, тем, во-первых, мы лучше понимаем, что происходит. А во-вторых, у меня было какое-то ощущение, что... Ну, я не могу сказать, что концовку слили. Но она какая-то неубедительная, что ли, получилась. Ну, что-то вот мне напряжения, наверное, в ней не хватило. Как будто бы не дожали. И я вот это всё дочитываю, такая... Понятненько. И я не знаю, то ли проблема во мне, то ли проблема в этой книге. Но я не могу сказать, что это плохо. Это неплохо. Это до определённого момента действительно неплохо. Но, наверное, вот это вот нагнетение обстановки, которое происходит, оно не может вот так вот закончиться. Ну, то есть так должно было что-то прям произойти. Но не происходит. Ну, то есть как бы для меня эта концовка, она получилась какая-то такая скомканная, внезапная, сомнительная. И обложка красивая, да. Но, наверное, это единственное, что здесь есть красивого. Ну, средненько, в общем-то, получилось. Я думаю, что как бы нет смысла дальше вытягивать из пальца синонимы слова «средненько». Предлагаю перейти к последней книге этого видео. Последняя книга этого видео – это «Нина Георгия. Лавандовая комната». И так получилось, что от этой книги я тоже не ждала абсолютно ничего. Но она почему-то поразила меня в самое сердце. Я читала книгу, я смеялась, плакала. Это всё происходило по кругу снова. И мне хотелось цитировать эту книгу. Мне хотелось просто брать эту книгу, записывать на видео, как я читаю какие-то цитаты, и чтобы как можно больше людей просто узнали, что такие мысли есть. Вот. Но это всё я перескочила через очень важный момент, что касается сюжета. В центре сюжета мужчина, у которого есть плавучий катер. Судно какое-то, в общем, плавучее, на котором находится сам книжный магазин. И у него есть суперспособность, прекрасная суперспособность. Он может задать человеку пару вопросов и подобрать ему идеальное чтение. И он подбирал такие прекрасные книги, что люди снова проникались страстью к чтению. Но у него была одна проблема. Двадцать лет назад от него ушла женщина. И он не позволил себе прожить эту историю. Она оставила ему письмо. И он за эти двадцать лет так и не решился это письмо прочитать. Он очень сильно отгораживался от этих чувств. Он их не проживал. Он не смог её отпустить. Он даже не признавался, что где-то в задворках его памяти была эта женщина. Он не мог себе признаться, что... Ну, да, у него были прекрасные моменты с этой женщиной, но нужно идти дальше. И в какой-то момент он встречает другую женщину, которая тоже в момент их встречи не сильно готова к новым отношениям. Но он понимает, что ради этой женщины он готов прожить. Дальше он всё-таки открывает это письмо, читает и понимает, что эти двадцать лет он был просто жутким сэквом. И он своей жизнью потерял двадцать лет. И он в этот же самый момент кидается просто навстречу себе, на поиски себя кидается. И ему на хвост падает молодой писатель, у которого кризис, собственно, творческий. Потому что он не может никаких новых сюжетов придумать, чтобы что-то новое написать. Он написал какую-то там немножечко эротическую книгу, и ему хотелось одобрения родителей. Но родители не одобряли то, что он делает. И вот так вот два человека отправляются на поиски себя, на поиски смысла. И это происходит так нетривиально, так необычно, с какими-то странными совпадениями. И они настолько странные, что ты веришь, что такое, в принципе, могло случиться. Почему бы и нет? Ну, это такая… В итоге, несмотря на вот эту какую-то печаль, несмотря на проживание, утраты, обиды и попытки заново открыться жизни, эта книга какая-то удивительно светлая. Потому что… Ну, опять же, я же говорю, плакала и смеялась. И слёзы для меня были эти… Они… Не скажите, что какие-то горькие слёзы. Это просто слёзы сочувствия были. Местами сочувствия себе. Потому что, ну, как бы, местами всё равно узнаёшь себя. Потому что не всегда мы можем легко и красиво проживать свои эмоции. Да, в принципе, как бы легко и красиво проживать свои эмоции. Это много тренировки нужно для того, чтобы всегда полностью отдаваться эмоциям. И зачастую нам проще кажется, что… Вернее, нам кажется, что проще просто запереть на какой-то замок эти эмоции. И нас минует буря. Но спойлер, буря не минует. Эмоции всё равно выйдут наружу. И тут уже такой вопрос, как бы лучше небольшое потряхивание, чем огромное цунами, которое может, конечно, в конце всё-таки там снести и полностью изломать то, что внутри происходит. Вот. Но это тоже, опять-таки, вопрос для каждого человека личный. И кому-то, может, эта книга совершенно не понравится. Но я была, ну, не сказать, что в восторге. Но мне очень понравилась эта книга. И мне понравилась концовка. И всё это так прекрасно, трогательно, замечательно, что хочется, чтобы и вот в обычной жизни у всех людей было что-то похожее. Я к тому, что хочется, чтобы все те люди, которые на пути к себе и ищут себя… Господи, я же сейчас суперспойлерила. Кошмар. Что за человек такой? Так вот, хочется, чтобы те люди, которые ищут себя, обязательно себя нашли. И чтобы те люди, которые идут к своей цели, обязательно к ней пришли. Вот. Это были пять книг, которые я брала в мае. И, наверное, это один из таких каких-то самых эмоциональных для меня похода в библиотеку оказался. Потому что чудесным образом я не ожидала вообще, что получится так. Но, наверное, есть вообще, на самом деле, такая теория относительно того, что каждая книга выбирает человека. То есть не человек выбирает книгу, а книга выбирает человека. И что книги оказываются у нас в правильный момент жизни, когда мы к ним совершенно готовы. Не знаю, возможно, эти книги долго ждали своего часа, чтобы оказаться у меня в руках, когда я буду к ним готова. Вот. Вот, наверное, всё, что я сегодня хотела бы вам рассказать. И я очень хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной всё это видео. Рассказывайте, какие книги в последний раз вас пробили на сильные эмоции. Какими книгами вам бы хотелось делиться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой Телеграм. Канал, ссылка на который будет вот тут. Вот я там пишу разные свои мысли, пишу отзывы на книги, такие более развернутые, с цитатками и прочее-прочее. Вот. Пересылайте это видео тем, кому может быть интересна тема книг. И ещё раз спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...